добрый день давайте продолжим сначала по вопросам пройдемся то есть какие-то возникают вообще у вас проблемы при составлении простых чертежей по базовым чертежам которые отдал если вы строили и какие-то вопросы возникли давайте сразу их здесь рассмотрим и второй вопрос сегодня мы можем сразу же взять то есть там обрабатывать какие-то прямоугольники либо есть смысл еще раз произвести какое-то построение более сложно например вот такого плана и на него уже обработать камни либо с построением с геометрией уже всем понятно все у вас микрофон чуть-чуть фонит задавайте круговой массив я понял круговый массив находится в геометрии geometry spline geometries bolt hole circle называется вот здесь возможно возможно нету посмотри а вообще есть специальная геометрия да я понял надо посмотреть именно в экспресс версии должен быть опять же то есть если у вас нет этого пункта не значит что невозможно сделать такое построение да и не обязательно даже строить 8 отверстий по предыдущему чертежу который у нас был там было 8 отверстий могли просто сделать следующим методом то взять какое-то одно отверстие установить вот у нас есть какой-то ноль всегда положим сделаем построение относительно поставим здесь линию положим вот это будет ноль если нам необходимо разместить относительно него уже по контуру колониарно привязать к окружности отверстия мы можем просто его поворачивать сделать ротейт поворачиваем относительно базовой точки вот этой на какое-то количество раз то есть если нам надо 8 отверстий то 360 на 8 мы делим и получаем такое количество сколько 360 разделить на 8 360 разделить на 8 а это количество количество у нас будет 8 вот в результате мы можем использовать вот такую функцию ротейт поворот если нам необходимо повернуть самая первая в ноль градусов значит мы узнаем сколько градусов здесь и поворачиваем то есть если мы их начали например не с нуля для этого уже используем функции дополнительные например проверяем какой здесь градус 22 и 13 градусов и на этот градус опять сдвигаем все абсолютно перемещение вот в этом направлении смотрим при этом какую сторону он смещается то есть это считается 360 значит отнимаем 22 и 3 и поскольку там было у нас 22 и 3 по моему сделаем 22 и 3 360 минус 22 и 3 и получаем почти и получаем 0 градусов то есть все равно мы можем заменить одну какую-то функцию другой используя весь такой спектр модификации это и зеркальное отображение и поворот то есть ротейт копирование перемещение еще много другого еще есть какие-то вопросы у кого-то по геометрии по поводу не установилась программа давайте просто после занятия создайте тикет и в тикете напишите ли какие-то скрины приложители номер ошибки там уже попробуем помочь если что-то не устанавливается если она у вас не запускается из-за клиент лицензии то есть из-за лицензии то есть пишет ошибку то я еще раз повторю что нужно сделать нужно правой клавиши мыши нажать на вот эту звездочку если у вас тут нет программ и либо они стоят в рядок в ряд в строку то нужно нажать правой клавиши мыши на программе сервера лицензии CLS вот этой правой клавиши мыши на ключе желтом и поставить галочку напротив пункта evaluate тут он будет называться у вас evaluate поставить галочку один раз после чего запустить программу то есть это нужно сделать закрытой программе после чего программу запускаете она открывается если вообще не устанавливается тогда напишите в тикет что именно за проблема возможно просто нужно установить дополнительно библиотеки visual basic либо c окей вопросы еще или начинаем у меня вопрос дальше если необходимость построить опять какой-то чертеж то есть и на него наложить уже кам либо можно сразу же изучать кам ну напишите как считаете сразу сразу кам хорошо окей хорошо давайте рассмотрим тогда кам то есть я возьму просто сначала функционально чтобы вот такую рамку и мы и обработаем то есть у нас будет внутренний контур и внешний контур сразу нужно понять что если функция программа позволяет использовать материал и задать его то мы задаем его то есть обычно он должен быть больше материал должен быть больше заготовки как бы логично и по сути то есть если мы так сейчас работаем в 2d мы определяем материал отдельно то есть тут есть функция определения материала это не обязательно опять же только для симуляции и определяя материал указываю его z максимальный z0 и z до это закрываем и z и z минимальный заходим еще раз то есть у нас будет z максимальный 0 это уровень и z минимальный это z минус 5 миллиметров на пять с половиной миллиметров давайте 5 что забуду материал type main и так выделили если я перехожу уже в iso то есть меняю вид виды мы можем менять с помощью контекстного меню также views виды переходить в плоскости x и вид сверху вайзет вид слева и за этот вид спереди а также iso виды а как сделать материал прозрачным у меня просто он весь закрашенный наверное стоит просто вот так что нужно нажать шейдинг вот здесь галочку поставить если у вас если вы приглашаете также через input cut материал который делаете другой программе то если вы приглашаете материал из другой программы то она также будет закрашена у вас то есть шейдинг тогда я нужно открыть либо закрыть функция 3d а также а именно 3d утилиты для распознавания отдельных элементов мы используем их кстати нет вашей программе экспресс если она установлена мы их используем для того чтобы отдельно увидеть грани в в 3d трудотельном моделировании то есть элементе самом будущей детали которые потом мы будем использовать уже но указывая функции 3d то есть 3d 3d surface meshing либо 3d solid meshing для обработки данные дополнительные функции они подробно описаны как раз в полном курсе альфа-кампорт моделлер которая который доступен для вас в режиме уже ведет режиме самостоятельного изучения и при необходимости вы можете с ним справиться и освоить его самостоятельно то есть имея уже полное представление данной программе выбрал я ну например я возьму вот такой фон то есть не закрашенный у меня есть каркасное представление вот это материал в нем находится заготовка заход заготовка находится сверху при необходимости есть несколько режимов работы программе как в 2d таки в 3d первое это определение z автоматически при работе в плоскости x и для черновой чистовой обработки которую мы сегодня разберем второй вариант когда мы вручную указываем необходимое значение сейчас мы посмотрим два варианта как они работают для того чтобы начать обработку нам необходимо в любом случае указать какую именно какой именно инструмент обрабатывающий будет использоваться для того чтобы при необходимой стратегии получить нужную обработку то есть это делается с помощью выбора в режиме в разделе мещин то есть мещин машинная обработка либо механообработка второй опции которая называется select tool то есть выбор инструмента select tool мы нажимаем для того чтобы загрузить отдельную вкладку диспетчера инструментов где у нас есть следующая возможность первое это выбрать текущую папку которая имеет на отдельные записи с с отдельными инструментами которые ранее уже были созданы при этом мы можем создать дополнительную папку для того чтобы хранить инструменты отдельно например для какой-то именно обработки либо для какого-то станка то есть полностью пользовательский интерфейс и он интуитивно понятный то есть показывает нам что изначально у нас есть отдельные папки с инструментами для дюймовых обработок да то есть которые изначально у нас измеряются в дюймах и соответственно такие инструменты они считаются и размерность у них дюймов например один дюйм либо в метрической форме то есть миллиметров например 10 миллиметров 34 миллиметра 25 миллиметров 14 миллиметров то же самое уже независимости от того какой именно инструмент мы работаем данный момент мы изучаем не инструменты поэтому мы берем стандартные какие-то плоские фрезы которые помогут нам сначала определить стратегию этой обработки понять как мы в результате как каткам система позволяет работать друг с другом и выполнить свое действие по назначению то есть получить управляющую программу я захожу в одну из папок главная папка вот вообще где физически находится си альфа комликом датем туз лп метрик то есть отдельная папка метрик она находится в системной клапке mtools.elp то есть это уже при установке правильного обеспечения данного продукта альфа ком гибридной каткам системы отдельно устанавливается папка ликом дат главная папка с информацией ликом дат информация ликом это старое название предприятия то есть которая компания которая и была производителем альфа ком и так как изначально как бы все заточено под работу с разных библиотеки функций с файлами которые находятся в этой папке просто как бы она используется и сейчас и просто уже не переименовывается потому что много из старых инструментов в виде там макросов дополнительных дополнительных библиотек они уже используют записываются в этой в эти папки а также такое понятие как api то есть интерфейс который взаимодействует с функциями этой программы с помощью дополнительных скриптов файлов уже не позволит нам использовать файлы если они куда-то были перемещены поэтому это как бы стандартно просто нужно запомнить что есть папка ликом дат находится в системе альфа-кам в системном на системном диске си опять же при установке альфа-кам вы можете изменить диск при необходимости вот и настроить папку директорию ту которая вам нужен то есть путь к нему выбираем инструмент например 10 миллиметров 12 16 3 4 6 8 давайте возьмем 6 миллиметров что можно сделать с ним первое выбрать его нажав левую клавишу мыши два раза второй вариант это отредактировать его третий вариант это удалить мы видим сразу же определенные данные для этого инструмента которое записано в таблице они здесь не меняются это просто информационное поле что здесь записано давайте возьмем нижний что здесь записано здесь написано номер инструмента offset тип инструмента его диаметр радиус его длина количества зубов подачи подача на зуб точнее а также фиксированная подача и подача шпинделя подача резания что это такое нет это кстати вращение шпинделя фиксит спид да это вращение шпинделя получается то есть в некотором случае идет и высчитывается отдельно указывается данная из каталога инструментов где сразу указывается значение подачи деленной на зуб и мы можем указать его здесь но можно также использовать второй вариант ввода это конкретная скорость вращения шпинделя и конкретная подача для резания и в любой вкладке которая определяет данный инструмент который открывается с помощью редактирования его например нажимая правой клавиши на ней и выборов edit tool мы можем видеть вот эти разницы вот calculated and fix it сейчас мы к этому придем итак tool number номер инструмента номер один номер offset номер один offset number номер один показывает нам что в таблице offset он будет иметь именно инструмент номер один то есть именно корректор номер один получается что при использовании offset на высоту инструмента будет использоваться gsr3h1 в программе это будет указано автоматически можем ли мы это изменить можем но уже вручную то есть если мы получили программу в которой в настройке в установке диспетчера данного инструмента было указано offset number один то соответственно номер корректора будет эквивалентен одному и значение кода g43 для высоты а также g41 g42 для диаметра будет иметь корректор h1 d1 если нам необходимо это изменить мы заходим вручную и меняем да то есть уже в управляющей программе меняем например 1 на 11 если нам постоянно нужно вводить разный корректор то мы можем просто при составлении одной программы работая с одним и тем же инструментом но с разными овстами просто создать два отдельных инструмента и указать отдельно что этот использует первый овст это этот там одиннадцатый овст length длина инструмента диаметр инструмента единица измерения metric spind rotation какую скорую сторону по умолчанию вращается инструмент обычно установка вращения шпинделя не указывается в кам модуле она указывается то есть при составлении операции либо при выборе стратегии операции она указывается именно в каждом инструменте то есть обычно мы используем инструмент который вращается в определенном направлении определенную сторону мы говорим сейчас именно об вращении инструментов шпинделя который стоит патроне например для вертикально-ферезиного станка а не для направления движения инструмента инструмент может направляться куда куда вам нужно то есть с левой стороны по часовой стрелке с левой против часовой по центру против по центру по часовой справа по часовой справа против часовой это 6 направлений у него но при этом его вращение будет всегда по часовой стрелке если вам нужно наоборот вы изменяете это в таблицу точнее в таблице инструмента clockwise перестроить давайте что-то поменяем 40 перестроим диаметр 8 миллиметров замечательно то есть можно поставить больше например 10 ага 10 можно меньше Redraw это перестроить перерисовать Special если это специальная фреза Tool notes мы можем ее как-то пометить написать что она какая-то там новая для себя и видеть это в комментарии при необходимости максимальная глубина если нужно цвет по умолчанию можем изменить ей либо задать конкретно каким цветом она будет показана где она будет показана в листе операции которые мы делаем глубина для прохода максимально если мы ничего не меняем мы оставляем нули мы можем оставить везде ноль Fit and Speed это вычисление режима вреза мы можем либо калькулировать их то есть считать их вычислять их мы можем указать фитус то есть подача на зуб которую мы берем из каталога инструментов а также количество зубов фрезы и она посчитается автоматически а можем указать конкретные данные например фиксированное мы можем фиксированно сказать что это наша фреза она будет вращаться с скоростью 6000 оборотов в минуту при этом врезание фрезы будет скоростью 280 миллиметров в минуту а точнее врезание вот здесь 280 а резание например со скоростью 350 миллиметров в минуту то есть эти данные мы указываем если нам необходимо нарисовать просто для симуляции tool holder то есть держатель инструмента патрон его да то мы можем указать его значение например длина этого держателя пусть будет 25 миллиметров и диаметр пусть будет сколько этот 8 bt-40 либо er 32 32 миллиметра перестроить нажимаем окей эмульсия по умолчанию оставим место простая эмульсия я как бы видоизменил инструмент он предлагает его поменять мне то есть пересохранить я сохраняю его ну напишу ему например new новый инструмент я сохранил его теперь у меня появляется новый инструмент который я сохранил и левая клавиша мышь два раза нажимая на него я его меняю вот я могу его посмотреть визуально и подтвердить работу с этим инструментом смотрите this tool этот инструмент да этот либо нажимаю левую клавишу мышь либо подтверждение интер подтвердил и продолжаю работать посмотрите что ноль сейчас у меня находится не здесь а вот в этой точке мы говорили об этом я специально нажал где было место вот а сейчас давайте сделаем так чтобы это относительно эта заготовка с этим материалом была относительно нуля в левой нижней точке для этого я все выбираю захожу в функцию ну вначале туда захожу после чего выбираю все мои мои построения и перемещаю их в ноль-ноль относительно левой нижней точки если мы приблизим к левой нижней части мы видим что находится в нуле то есть в в что я хотел сказать секунду вылетел из головы находится в нуле в принципе система координат то есть это есть ноль программная координатная система но при этом смотрите что заготовки эта точка она уже не в нуле в нуле у нас материал потому что мы устанавливаем материал а заготовка то что обрабатывается а деталь то что получается а вот это все что остается называется остаток материала либо припуск на обработку на английском называется rest of material остаток материала ну частично уже у нас есть кое-что то есть мы создали инструмент